Чаще всего газики начинают отходить, и животик становится мягким. Ножки поджимают, мама мучается, у них даже молоко пропадает. Оно тоже будет влиять на моторику кишечника. Сегодня мы с Лерочкой идем в детский центр «Грудничок», записывая для вас полезное видео. Мы пришли в гости к детскому остеопату Федотиковой Ирине Николаевне. И она сегодня покажет нам массажные техники и упражнения против коликов. Модель моя дочь Валерия. Начнем с простых упражнений. На самом деле, как я понимаю, мы для мам показываем упражнения. И вообще, чтобы каждая мама понимала, что детские колики, они достаточно частое проявление у малышей. По идее, конечно, нужно искать причину, что вызывают колики. Но что может сделать мама? Она может применить упражнения. И у нас упражнения, прежде всего, те, которые будут влиять на животик, на моторику нашего кишечника, это упражнения на ножки. С чего мы начнем? Мы можем брать ножки ребенка. Обычно своими руками мы поддержим вот здесь вот щиколотки с двух сторон. Мы можем начать с двух ножек. Обычно это малышу больше всего нравится. И мы коленочки доводим до животика. Довели и выпрямили две ножки. Причем стараемся, чтобы была польза и для ножек, прям вот выпрямить ножки. Потом получается свели снова к животику. Чем глубже будут коленочки дотрагиваться, тем мы больше будем нажимать на животик. И снова выпрямили. Если мы эти упражнения будем предлагать грудничку до трех месяцев, здесь у нас ноги не всегда будут разгибаться. Здесь у нас, получается, малышка уже давно делает упражнения. Поэтому у нее достаточно хорошо здесь сгибаются. Если ножки не сгибаются, мы можем таким вот образом потрясти. Все, обнули, видите, и сразу у нас пошли газики. Отлично. Значит, это одно упражнение. Можете попробовать сделать сами, пожалуйста. И с какого возраста можно начинать уже делать такие упражнения? По ощущениям у ребенка, можно начиная с двух-трех недель уже, да, то есть до месяца. Это прекрасно получается. Вот так вот. Отлично. Еще хотела спросить, бывают приступы, да, у некоторых детей, у нас такого, слава богу, не было, но бывает прям вот ножки поджимают, мамы мучаются, у них даже молоко пропадает. Во время таких приступов такие упражнения нельзя делать, да? На самом деле все зависит от ребенка. Допустим, если мы изначально что-то уже делали, то это упражнение, наоборот, будет помогать снимать это напряжение. Чуть позже я покажу, как мы своими руками можем помочь нашему животику. И в принципе, если ребенку и так не до этого, конечно, будет не до упражнений. Поэтому мы смотрим по ребенку, мы всегда подстраиваемся под ребенком, мы всегда спрашиваем, что лучше, упражнение или нравится. Мне нравится. Хорошо. Следующее упражнение, оно очень близко к предыдущему. Каждую коленочку мы будем по очереди к животику, а вторую ножку мы будем стараться выпрямлять. Растяжка. Растяжка. Вот таким вот образом. Мини-йога у нас получается. Я хорошо фиксирую, но не делаю больно ребенку. Вот таким вот образом. Да. Хорошо. Да. Хорошо. Ты молодец. Супер молодец. Второе упражнение сделали. Есть еще прекрасное упражнение, которое мы можем довести коленочки, развести. И здесь у нас польза будет для тазобедренных суставов и точно так же до животиков. Руки я перенесла уже больше, поближе к коленочкам. Погнула, развела, свела и назад. Круговое упражнение нельзя делать, да? Я не люблю на самом деле это советовать, поэтому я не советую. Сустав должен совершать естественное движение физиологичное. Поэтому мы таким вот образом рекомендуем и, в принципе, не уходим в другие упражнения. Это приносит пользу. Да. Таким вот образом у нас следующие упражнения. Ты большая молодец. Есть интересная техника. Я расположу у нас Верочку вот таким вот образом, чтобы лучше было видеть. Когда мы одной рукой фиксируем, получается, тело ребенка. Вот эту технику, которую вы показываете, как раз-таки можно с самого маленького возраста, с первой недели. Вторую руку я подкладываю под крестец ребенка. Вот я положила. И одним пальцем я фиксирую таз. Вот. Эту руку я фиксирую тело. И я начинаю вот такие подвижения. Вверх, вниз. Подъем. Подъем. Вверх, вниз. Вверх. Вот, пошли глазики отхождения сразу. Таучки. Я поднимаю. И с одной стороны, с другой. Вот так. Хорошо. Можно я попробую? Да. И потом следующее. Можно даже по голове. Да, по голове. Вот так. Поднимаю. Отлично. Супер. Так. Вы ей очень понравились. Там, большая молодец. Супер. Круговая. Вы, кстати, очень правильно делаете. Достаточно хорошо фиксируете, получается, тело. И от этого зависит, скажем, качество выполнения. Ну, вообще, не надо спрятаться над этим животом, да? Ничего тут такого нет. Нет, совершенно. Наоборот. Как раз таки, чем вы лучше промыть, да? Тем лучше. Вы слышите обратную реакцию того же живота. Вот. Это вот что касается упражнений. Я могу показать еще одно упражнение в исходном положении, когда ребенок лежит на животе, но мы его применяем чуть-чуть постарше, может быть, с месячного возраста. Вот. Но, тем не менее, я очень-очень люблю это упражнение. Оно точно так же будет на ножки, вот. Но, тем не менее, оно тоже будет влиять на моторику кишечника. Вот. Мы берем точно так же защиту от кирючки. И мы каждое количество, получается, подводим под животик. Изначально я сгибаю ножку в колени, и потом, получается, довожу к коленчику. Если сопротивляется. Если сопротивляется, мы не делаем ничего насильно. Точно так же. Ждем, да, пока расслабится нож. Мы вообще ничего не делаем насильно с ребенком. Никакие упражнения, никакие движения. Вот. И вот как раз при расслаблении мы доводим колени под животик. Я люблю, когда вот здесь получается диагонал. Потому что мы здесь будем готовить ребенка к дальнейшему ползанию. И как раз это тоже будет помогать прививать ребенку поочистке. Чуть вот сюда поближе получается к голеностопу своей ручки. Вот так, ниже, ниже, ниже. Вот. Еще можно даже ниже. Запротивляется. Вот, отлично. Сильная стала. Так, отлично. Опа. Как будто и правда ползет уже. Да. Такая любопытная. Если надо посмотреть, увидеть. Отлично. Ну, вот такой вот комплекс минимальный, который мы можем предложить нашей малышке или любому малышу. В первую очередь, он не навредит. Ну, и хорошо, если поможет отхождению газиков. Ну, вот у нас передачи, да, малыш. Да, поможет вместо коляков были в газике. А еще такой вопрос. Сколько раз и как часто в неделю это делают? Удобнее навесить как раз в день. В день, да. Потому что на самом деле у ребенка достаточно часто у нас возникают вот здесь вот загазоны. И каждая мама уже будет понимать, если ребенок начинает беспокоиться, можно потрогать животик, если он мотун. И как можно проверить, правильно? Сможешь, что она же потихонечку, да? Ребенок будет своим выражением лица или там, допустим, звуками вызывать неудовлетворение. И отрегаться. Да, да, да. Наша задача как раз таки снять это напряжение. И я думаю, сейчас мы уже можем перейти вот к каким-то следующим дальнейшим напряжениям, которое будет снимать это напряжение. И что касается частоты, в день как можно чаще или по требованию ребенка. Это может быть 5-7 раз в день. Кто-то постоянно носит ребенка. И я покажу, как даже когда мы носим ребенка, можно точно так же там помочь нашему животику. Это будет достаточно часто. И вот в исходном положении, пока ребенок лежит на спиночке, мы можем своей рукой, поглаживающим таким движением по часовой стрелочке, таким вот образом гладить животик. Заметьте, я глажу достаточно глубоко. Но у нас у нашей малышки достаточно хороший животик. Все работает. И мама вот так вот погладит. Кстати, вот эти движения поглаживающие можно сочетать с упражнениями. То есть, допустим, мы сделали упражнение и потом погладили. Можем подключать вторую ручку. У нас одна рука идет в одну сторону, а вторая гладит в другую. Это упражнение менее интенсивно, но тем не менее, здесь детки очень нежные. И они очень любят это движение. Дальше. Я вообще люблю предлагать, придумать здесь солнышко. И вот мы своими пальцами, тремя или четырьмя, вокруг пупка будем вот таким вот движением, немножко надавливающим, будем обходить наше солнышко и наш пупок. Здесь по ощущениям, некоторые дети не любят как-то глубоко, а некоторые достаточно спокойно относятся. И ореол у каждого будет разным. У кого-то животик будет большой, у кого-то чуть-чуть меньше. Я рисую несколько раз вот таких вот кружочков. Если есть напряжение, мы там останавливаемся или нет? Можно немножко остановиться, посмотреть обратную реакцию. Наша задача, чтобы здесь расслабилась. Самое эффективное упражнение будет следующее. Мы своей ладонью противопоставляем вот этот палец и делаем вот такое вот движение. Мы прямо обхватываем животик и вот таким вот образом. И вот это вот как раз движение будет хорошо показывать, когда животик будет расслабляться. Чаще всего газики начинают отходить и животик становится мягким. Первое время с непривычки ребенок может, ну скажем, выражать свое неудовлетворение, потому что ему некомфортно привык постоянно, что животик напряжен. Попробуйте. Достаточно. Ваша малышка уже достаточно хорошо привыкла. Можно подниматься вверх, можно чуть ниже. Вот и от этого у ребенка будет... Перица! Хорошо. Вот такой вот простой комплекс, который мы можем делать, пока ребенок лежит на спинке, перед каждым комплением. И в принципе он достаточно эффективен. Вот. Я могу показать еще одно движение, когда у нас ребенок у нас на руках. Я очень люблю вот такую позицию, когда мы носим ребенка. Вот, допустим, ребенок не соглашается лежать, и мы его носим. И его беспокоит животик. Точно так же мы можем взять одной рукой и второй рукой в его животе. И точно так же пронимать. Один вариант. Да? Можно одной ручкой, допустим. Если мы держим ребенка вот так, мы точно так же можем совершать эти движения. Если мы применяем две руки, здесь точно так же вот его можно разводить. Разводить. То есть это точно так же массажик. Но он будет нашим его большим полезен. То есть мы можем совмещать приятное с полезным и носить, делать массаж. Вот такие вот простые упражнения массажные движения мы можем применять для ребенка с первого месяца жизни, кто-то даже раньше. Здесь нет противопоказаний. Естественно, если нет плохого самочувствия у ребенка, высокой температуры, конечно, каждая мама будет ориентироваться на это. Спасибо большое вам, Елена Николаевна. Я думаю, что нашим подписчикам тоже очень полезно это видео. Пишите в комментариях о том, как вам, как мыть упражнения. Попробуйте обязательно на своем ребенке. Я думаю, они вам помогут 100%. В следующем видео мы будем показывать упражнения на питболе для грудничков. Так что подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик и следите за обновлениями. Елена Николаевна, огромное вам спасибо. Спасибо, что пришли. Субтитры сделал DimaTorzok